10.00 в Астане. В эфире информационная служба новостей. В студии работает Сыня Кубжасарова. Здравствуйте. 10.00 в Астане. 10.00 в Астане. 10.00 в Абайском районе презентуют Стеллу, родовое гнездо династии Ахшока Кунанбай. В Бескарагайском районе откроют сельский клуб. Запланированы также поэтические и музыкально-литературные вечера. Книжные выставки, научные конференции, интеллектуальные игры, песенные состязания и концерты. Юные жители области решили провести челленджи и видеопрезентации, посвященные великому предку. Всего по области в День Абая пройдут около 500 мероприятий. На площади Абай пройдет поэтический вечер «Жильцы Стунде Жарыхай». В нем примет участие известный исполнительница Хей Монро. Благодаря ей творчество Абая получило популярность среди юного поколения. Хотя прошло два века, наследие Абая не потеряло свою актуальность. Его мировоззрение находит все больше откликов в сердцах современных казахстанцев. Более сотни стихов Абая знает наизусть жасхазанка Сабина Сламгали. Девушка с детства увлечена литературой. Она прочла много произведений, среди которых особое место занимают стихи Абая. В творчестве Абая можно подчеркнуть много того, что актуально и в современной жизни, считает школьница. Любовь к литературе Сабини Сламгали привела ее маму, учитель казахского языка и литературы. Книги были верными ее спутниками с детства. Причем Сабину интересовали серьезные произведения известных авторов. Еще в первом классе участвовал в республиканском литературном конкурсе, где представила творчество Мука Гали Макатаева. Затем изучала произведения Фаризы Унгарсыновой и Жубана Молдогалиева. Позже школьницу увлекло творчество Абая. Это строки из стихотворения Абая, которые Сабина выучила первым. Сейчас в ее памяти хранятся более ста произведений поэта. Впервые услышала стихи Абая в детстве. Они мне очень понравились. В пятом-шестом классах увлеклась творчеством Абая всерьез. Стала учить стихи наизусть, вникать в смысл. Абай пишет на понятном каждому языке. Каждый найдет в них что-то близкое ему. Творчество Абая жизненно, поэтому бессмертно. Большую часть стихотворений Абая школьница выучила самостоятельно. Остальные разбирали вместе с учителем гимназии, где учится девушка. Думан Садир Ислам преподает казахский язык и литературу. Сабина очень целеустремленный человек. Глубоко погружается в процесс, литературный материал. Когда ее увлекло творческое наследие Абая, то много времени посвящало изучению его произведений. Сабина участвовала в республиканских абайских чтениях. В прошлом учебном году стала призером областной олимпиады Абай-Тану. Сейчас Сабина изучает творчество писателя Абиша Кикельбаева. Готовится к участию в республиканском конкурсе чтецов. Как говорит школьница, в литературе еще много интересного. Узнать больше из миротворчества планы девушки на ближайшее будущее. Елизата Шалин, Нурболзипаев, 24КЗ, область Улутам. Традиционное праздничное мероприятие Абай-Мураса Улток-Кундулок, посвященное дню рождения великого казахского поэта, прошло в Национальной библиотеке Алматы. Мероприятие началось с торжественной церемонии и продолжилась дискуссия ученых-абаеведов. В ней также приняли участие поэты-писатели, преподаватели и студенты вузов, школьники и курсанты, трудовые и творческие коллективы. Гостей и жители города ознакомились с литературным центром Абая. Отмечу, что в Национальной библиотеке хранятся все труды казахстанского классика, а также посвященные ему работы. Основное направление таких мероприятий, отметила директор Национальной библиотеки Бахджамала Спанова, повышение интеллектуальной культуры общества, приобщение работающего населения и молодежи к традиционной казахской литературе. Чтобы молодежь вернулась к чтению, читали, знали, кто такой Абай. Все, что касается Абая, вся литература собрана, вся литература оцифрована и представлена в нашей базе данных «Казахстан. Прошлое и настоящее». В фонде Национальной библиотеки Республики Казахстан находится более 10 тысяч его трудов, также о нем информация. Абай, вы знаете, это глыба, это величина. Для казахов тем более. В семье в честь дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева проводит ультрамарафон. Забег на 80 километров между семьей и Борли планируют усилить свыше 300 участников. Всего предусмотрены две дистанции. Асим Утешева расскажет подробнее. День рождения Абая в семье решили отметить с пользой для здоровья. На предложение пробежать внушительное расстояние в 80 километров откликнулись сотни желающих. Это марафонцы из Костанаева, Вавлодара, Астаны, Зайсана, Петропавловска и области Абай. Болгабай Кульбиисов – самый старший участник забега. Сегодня он готов пробежать 6 километров. Мне 67 лет, я приехал в Бурабай. Человеку судьбу творит характер. Оказывается, самый сильный характер в конце 19-го, начале 20-го века был у Абая. Если бы он среди нас был, он в Париже стал бы олимпийским чемпионом. Тоже несем вклад, чтобы молодежь видел, чтобы молодежь занимался спортом. Вторая дистанция ультрамарафона охватывает расстояние в 6 километров. Организаторами соревнований выступили Управление физической культуры и спорт области Абай и Республиканское общественное объединение «Ельспорт». По словам председателя Рамазана Сатарулы, в забеге принимают участие и опытные атлеты. Цель ультрамарафона «Абайжола» стомились – привлечь внимание к творчеству Абая. Это в первую очередь пропагандировать его творчество разным способом. Не только филологи, не только историки, но и спортсмены могут пропагандировать его творчество. Приобщаться к нему, привлекать и стать на путь Абая, на путь просвещения, развития, возрождения. Победители забега наградят ценными призами и сертификатами. Общий призовой фонд – полтора миллиона тенге. Отмечу, в области Абай в честь дня рождения казахского поэта и философа проведут свыше 500 мероприятий. Асим Утешева, Берег Жопулайлы, 24КЗ, область Абай. Почти в два раза выросла посещаемость одного из живописных мест Алматинской области – Кольсайских озер. С начала года там побывали 233 тысячи человек. Значительно возросла доля иностранных туристов из Китая, арабских стран и России. Жемчужину северного Тяньшаня посетили и наши корреспонденты. Алматинская область по праву считается флагманом туристической отрасли Казахстана. Регион славится уникальным природным ландшафтом – живописными горами Тяньшаня, Чарынским каньоном, поющим барханом и бескрайними степями с цветущими маками. Кольсайские озера называют «жемчужиной северного Тяньшаня». Созданный здесь национальный парк включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. По словам представителя парка Руслана Иманбаева, развитие инфраструктуры способствует росту туристов. В прошлом году мы проложили 700-метровую тропу в озеро Нижний Кольсай. Это обошлось в 120 миллионов тенге. В этом году обустраиваем пешую дорогу в озеро Каинды. Её длина – 400 метров. На это мы потратили 184 миллиона тенге. Планируем продлить тропу в Нижний Кольсай ещё на полтора километра. Ежедневно природный заповедник посещают от полутора до двух тысяч человек. В выходные число туристов достигает 4-5 тысяч. На территории парка действует семь туристических маршрутов. Наиболее популярные – Нижний Кольсай, село Сато, озеро Каинды и Сатосай. Житель Икабастуза Иван Громов решил посвятить свой отпуск путешествию по родной стране. Очень довольны. Очень хорошие места. Горы, озёра, чистый воздух, природа. Всё, что нужно для туризма. Очень красиво, чисто, привлекательно. Всё на высшем уровне. С 26 июля начали действовать изменения, внесённые в закон об особо охраняемых территориях. Теперь оплата за въезд в заповедные зоны поступает на спецсчета нацпарков. Собранные средства направят на нужды резервата, в том числе на зарплату сотрудников природоохранные мероприятия, автоматизацию КПП и обустройство туристических маршрутов, пояснил представитель парка Кольсайские озёра Руслан Иманбаев. В этом году благодаря туристам мы заработали 138 миллионов тенге. 73 миллиона потратили на санитарные мероприятия и заработную плату сотрудников. Безусловно, освобождение от уплаты за пользование парком позволит нам уделять ещё больше внимания развитию инфраструктуры. По прогнозам, до конца года Кольсайские озёра посетят минимум 300 тысяч туристов. Для сравнения, в 2015 году их число было менее 15 тысяч. Но увеличение туристического потока может привести к нарушению экологического баланса. Для сохранения природной жемчужины руководство резервата решило развивать экотуризм, пешие и конные прогулки, палаточные и юрточные гестхаусы. Сопровождать туристов разрешено только лицензированным гидам. Наталья Строкова, Ордак Айбарулы, Аят Дюсенбаев, Алматинская область, 24КЗ. Серебряный призёр Олимпиады Демео Жадраев вернулся на родину. Казахстанского борца греко-римского стиля торжественно встретили в аэропорту Алматы. Спортсмены чествовали родные, друзья, болельщики, журналисты, представители Акимата Алматинской области и Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан. В Бразилии разбился самолёт. Никто из членов экипажа и пассажиров не выжил. На борту были 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Авиалайнер, направлявшийся в Гуар-Ульюс, перестал выходить на связь более чем через час после вылета. Затем в течение минуты исчез с радаров. Он рухнул посреди жилого района города Виньеда, провинции Сао-Пауло. Среди местных жителей никто не пострадал. Пожарные, военная полиция, экстренные службы, прибывшие на место, крушение оперативно оцепили район. Спасатели продолжают разбирать завалы. Ведётся расследование обстоятельств происшествия. Президент Бразилии Лула Досилова объявил трёхдневный траур в связи с авиакатастрофой. Продажи новых электромобилей в Китае впервые опередили машины с бензиновым двигателем. Только за июль продано 879 тысяч машин на новых источниках энергии. Это на 3% больше, чем в июне. А в годовом исчислении прирост составил 37%, сообщает Ассоциация легковых автомобилей КНР. Быстрый рост популярности электромобилей в Поднебесной оказывает существенное влияние на мировой рынок. По прогнозам экспертов, в ближайший год китайские бренды захватят 15% европейского рынка электромобилей. Это несмотря на ранее введённое Евросоюзом налог на электрические машины из Китая. Напомню, размер пошлины может достигать 38% в зависимости от автопроизводителя. Однако сравнительно низкие цены китайских электрокаров, которые в среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов, делают их более привлекательными и для потребителей из старого света. К этой минуте у нас всё. Следите за развитием событий на телеканале 24КИЗ. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!